всем привет с вами Вадим Владанов и в этом видео мы нарисуем с вами небольшую розу акварельными карандашами сюжет я выбрал специально самый простой чтобы каждый желающий мог попробовать повторить этот урок и поближе узнать акварельные карандаши рисовать мы будем с вами вот такую розу которую я буквально недавно сфотографировал около своего дома как видите сюжет действительно очень простой роза изображена именно сбоку что позволит нам быстро попрактиковаться в акварельных карандашах данный урок очень полезен будет всем начинающим кто вообще впервые взял в руки акварельные карандаши еще пока не значит такое но хочет попробовать итак для рисунка нам понадобится сами собственно акварельные карандаши в данном случае я взял свою старинку упаковочку марки кухенор 36 карандашей в наборе продается практически везде поэтому для этого урока вы можете приобрести вот именно такие же карандаши они довольно таки неплохие также для начинающих далее нам потребуется простой карандаш для нанесения наброска ластик лучше клячку да вот такой пластичный ластик он более удобен при работе с цветными карандашами так как позволяет убирать излишки излишки его цветного пигмента с бумаги и также нам понадобится банк с водой и круглая синтетическая кисть я всегда практически использую круглую такую тонкую синтетическую кисть это у меня номер 6 так как ей удобно размывать карандашный пигмент даже в самых таких тонких неудобных местах и так бумагу кстати бумагу я взял вот такой блокнотик небольшой формата опять этого принципе будет достаточно для этого урока самое главное наша задача попробовать акварельные карандаши в деле попробовать что это такое как с ними работать прежде чем мы с вами начнем я хотел бы сказать о некоторых нюансах акварельных карандашей самое главное самый главный плюс это способность размывать карандашный пигмент водой вот именно у акварельных карандашей что нам по сути дает это свойство то есть благодаря размытию водой карандашного пигмента мы можем получить различные такие акварельные эффекты разводы плюс если мы будем размывать несколько например слоев да мы можем смешать то есть допустим покажу лучше на практике вот у меня есть листочек возьмем какой-нибудь цвет желтый допустим желтый красный сейчас мы их фактически смешали на бумаге видно немножечко появился оранжевый и если мы возьмем и попытаемся размыть да то мы сможем смешать цвета непосредственно уже акварельной краской нас получается такой оранжевый цвет это это первый момент второй момент тоже очень такой важный и я часто использую в работе это именно на уважение наложение слоев при этом когда например первый слой уже был заранее размыт водой то есть мы первый слой размываем водой и поверх уже этого слоя наносим карандашный пигмент что нам это дает по сути мы уже выполняем зарисовку цветными карандашами по цветному фону то есть если мы просто нанесем к примеру карандаш допустим на бумаге да сейчас я внесу поближе к камере вы видели то есть видно что у нас есть пробелы небольшие да из-за фактуры бумаги когда мы размываем первый слой например водой мы заливаем краску во все впадинки бумаги таким образом по сути у нас мы делаем бумагу цветной и уже поверх 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 первого слоя который уже высохли да мы можем продолжить например рисовать другими цветами и тем самым цвета будут уже смешиваться например если мы сделаем красную допустим красным цветом да первую заливку а потом будем проходить по этому слою желтым соответственно мы уже получим какие-то оранжевые оттенки и еще один нюанс мы можем рисовать акварельными карандашами по мокрому слою то есть вот например я размыл беру какой-нибудь другой цвет пытаюсь по мокрому пробежаться сейчас быстро очень высыхает высыхает бумага допустим вот размыли водой добавили и можем рисовать уже прям по мокрому кландашом тоже получаю какие-то интересные эффекты акварельные то есть по сути рисуем не кистью да карандашом но практически акварельным пигментом то есть с акварельными карандашами здесь можно уже экспериментировать возможности чуть шире чем у цветных карандашей поэтому с успехом можно применять самых различных техниках и еще один кстати самый наверное даже один из важнейших нюансов которые я забыл сказать это яркость самого пигмента у акварельных карандашей как правило эти карандаши они чуть мягче чем обычные цветные карандаши и у них пигмента поярче будет чем у цветных карандашей так значит не у нас мы с вами проговорили давайте приступать к рисунку соответственно первый этап всегда у нас в рисунке это набросок вообще никогда не предупрегайте а вот этим первым этапом то есть некоторые я видел в интернете наносят набросок например переводя картинку там какими-либо способами например там с обратной стороны бумаги например раскрашивают то есть здесь например замазывают пастелью допустим или углем каким-то или графитом потом переворачивать эту картинку наоборот и отпечатывают например на уже листе бумаги которые будут рисовать то есть вот если вы хотите действительно научиться рисовать качественно да любые формы любые то что я я все-таки рекомендую обратить внимание на рисунки вот на построение рисунка на построение наброска объектов самое пристальное внимание да в дальнейшем в вашей творческой деятельности это вам принесет огромные плоды то что фактически все начинается с рисунка так рисовать мы будем как я уже говорил с фотографии самое главное еще что прежде чем мы начнем хочу обратить внимание на аутофотографию посмотрите на нее внимательно то есть самая главная ошибка новичка да когда он смотрит на фотографию видит плоскость да вроде я смотрю на фотографию на на экране у меня да там на компьютере или на бумаге вроде как плоскость но на самом деле да всегда представляете что вы смотрите на объект в реальности в реальной природе то есть перед розой да за розой есть определенные пространства и перед нами перед нами да а есть объект в данном случае роза бутончик такой всегда старайтесь уловить первым делом основные формы основные формы вот нашего объекта и его положение в пространстве то есть мы всегда смотрим на объект фактически в 3d что видим да что у нас располагается в центре центре экрана фактически цилиндровый такой объект давайте приступим то есть первым делом наброски до определимся с основной формой то есть я располагаю объект также как он располагается на фотографии то есть в центре примерно в центре листа здесь не будем пока ничего умудрить вопроса композиции здесь тоже сильно рассматривать не будем так как это вообще отдельная такая глобальная тема может быть когда нибудь мы ее с вами затронем и так смотрим на розу да давайте пройдет сначала центральную линию карандаш просто кстати можно взять например hb вполне достаточно для наброска проводим центральную линию очень тонко нажимаем кстати никогда никогда не приучайтесь нажимать сильно на карандаш всегда работайте нежно легко чтобы линии можно было удалить после того как вы их что-то нарисовали неправильно провели тонкую линию центральную по которой будет располагаться наш цветок определили где примерно будет начало цилиндра допустим я сделаю здесь у меня будет здесь соответственно веточка у меня пойдет вот так вот а здесь соответственно сам цилиндр смотрим да вот прям прям вот вот таким вот движением пусть там даже где-то сейчас пока не аккуратно ничего страшного показали вот у нас где-то вот такой цилиндр видно да что он здесь такой примерно чуть закругляется основные формы бросали дальше у нас где-то где-то вот отсюда до выходят лепестки в эту сторону в эту сторону вот в эту сторону и вы сюда немножечко все да то есть мы показали с нами для чего нам нужно вот такое вот схематичное изображение объекта чтобы понимать да как мы его расположили в пространстве правильно ли у нас разместился на бумаге не смотрит ли он влево там вправо или наоборот может быть ушел вверх или вниз то есть вот эта схема она рисует очень быстро и показывает нам правильно ли мы все расположили на бумаге если нет подотрите линии там или сначала набросайте какое-то новое положение объекта да поправьте там лепестки и где где у вас неправильно получилось вот и а не нужны линии просто удалите следующий этап следующий этап наброски который как правило я тоже провожу и рекомендую новичкам это выделение основных основных объектов на форме то есть начале еще раз говорю мы показали схему объекта схема у нас есть это вообще прям основная как бы вот сама форма объекта теперь мы показываем такие более крупные крупные детали то есть мы видим что у нас есть лепестки один лепесток здесь где-то мы его прям так и показываем там схематично пока вот здесь лепесток видим вот здесь лепесток где-то уходит он таки с таким закруглением небольшим видим здесь где-то лепесток вот так уходит давите это же пока сейчас не детализирую просто хотя бы понять правильно ли я здесь все расположил да вот например я вижу что у что-то здесь вот можно подбавить чуть-чуть подбавил и в этой сторону тоже меня лепесток один идет как-то вот так примерно он идет детали пока не обращаю внимание вот то есть сделали да смотрите у меня уже вот если издалека смотреть вам как раз видно наброски практически детали розы и также немножечко листья тоже покажем схематично не слишком вдаваясь детали пока что где-то можете симпровизировать не обязательно полностью копировать фотографию повторюсь что наша задача сегодня именно попробовать в деле акварельные карандаши поэтому каких-то шедевров здесь принципе я не ожидаю вот примерно как-то так и покажем здесь вот ножку роза видите да второй этап нашего наброска готов то есть по сути мы уже видим наш объект мы уже видим что у него есть листики да лепестки стебелек то есть мы видим и объект уже становится узнаваемым хотя мы всего лишь сделали схему этого объекта мы схематично показали его основные формы вот и далее заключительный этап который я как правило провожу это непосредственно детализация рисунка детализация рисунка я уже смотрю подробно на фотографию и выделяю все детальки которые удается заметить моему глазу допустим начнем с этого лепестка рисовать я также сейчас буду быстро потому что если вдаваться детали на самом деле в карандашном рисунке то времени на уроке будут будет уходить очень много поэтому я покажу основные моменты а вы у себя при необходимости если вам хочется более вдаваться в детали можете дома попробовать самостоятельно выполнить высоко детализированный рисунок в принципе вплоть до гиперреализма можно сделать нарисовать такую розу то есть стараемся подметить все изгибы смотрим где и как у нас располагаются лепестки розу мы кстати фактически рисуем стиле реализма при желании можно всегда вы изменить стиль рисунка добавить что-то свое какой-то сюжет я уже немножечко пожирнее нажимаю опять же не со всей силы не нужно давить сильно иначе карандашный вот пигмент карандаша графитового он у вас будет потом просвечивать через через цветной пигмент акварельных карандашей что не очень хорошо если конечно вы специально не хотите добиться такого эффекта не обязательно сейчас прямо детально повторять такие же контуры пусть они немножечко будут как бы немножко будут отличаться здесь вообще ничего страшного да цветок всегда может быть разным у вас вообще может получиться своя роза поэтому вот цветы на самом деле особенно розы на мой взгляд рисовать очень просто да нельзя просто вы здесь можете сколько угодно ошибаться и форма все равно будет выглядеть такой более-менее природной главное самое главное не ошибитесь с пропорциями да вот именно почему я обращаю внимание что рисуйте именно сначала схематично основную форму рисуйте цилиндр чтобы он у вас был не кривой хотя бы и тогда у вас будет сама роза смотреться реалистично кстати рекомендую очень рекомендую выполнить именно вот этот набросок от руки те из вас кто не первый раз смотрит мои уроки наверняка знают разные способы нанесения наброска на бумагу но вот здесь именно лучше потренироваться и нанести набросок от руки так как сюжет очень простой так так с лепестками мы закончили переходим к листьям здесь я постараюсь потоньше проводить линии так как листья у нас светлые светло-зеленые немного темных цветов будет выглядеть неестественно и ну как и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно также потерять какие-то жирные линии, если у вас получились в итоге в наброске, чтобы они не уделялись через карандаш цветной. Продолжение следует... 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 То есть всегда начинайте именно с таких тонких слоев То есть вот сейчас мы будем наносить желтые цвета, розовые цвета Все наносим вот именно такими тонкими слоями Если нам необходимо усилить где-то цвет, мы делаем такую тональную растяжку То есть слегка увеличиваем нажим Это очень полезное вообще упражнение, тональная растяжка То есть когда мы начинаем с самого светлого тона Постепенно увеличиваем Нажатие И доводим до самых темных тонов Я всегда очень рекомендую Своим зрителям и читателям Выполнять вот это вот упражнение Оно в рисунке карандаша, мне кажется Оно одно из самых основных Потому что фактически вы постоянно выполняете растяжку От светлого к темному Либо наоборот от темного к светлому Одним и тем же карандашом И кстати еще обратите внимание на нюанс такой Что акварельный пигмент у карандашей При смачивании водой становится чуть темнее Чуть ярче Поэтому Имейте вот это вот в виду Когда наносите карандашный пигмент Если вы нанесете слишком жирно И еще потом Размойте водой То у вас Может Рисунок быть Слишком затемнен Так, ладно, поехали То есть в начале Такими слоями Кстати, еще такой момент хотел сказать Что здесь сейчас вот вы можете совершенно не заморачиваться Какой тип штриховки взять Потому что первый слой мы все равно размоем Можно даже вообще оставлять какие-то пробелы Потому что фактически мы возьмем карандашный пигмент С бумаги, да И полностью вот размоем нужное нам место Итак, основание лепестков, как я и говорил Я прорабатываю прям тонким, слонким слоем Желтого пигмента Обратите внимание Вот эта сторона лепестка Она находится в тени Вот Пусть она хоть и находится в тени И имеет немножко другой оттенок Но все равно мы здесь добавляем немного желтого Потом я покажу, как мы делаем здесь теневую часть Здесь можно желтого добавить Смотрим на фотографию и замечаем Где у нас есть желтоватые такие оттеночки Проглядываются Вот туда их стараемся тоже нанести Яркость не спешим добавлять То есть жесткость С этим мы еще успеем с вами Так, далее Возьмем карандаш Такой вот розовый есть Под номером 9 И добавим на верх лепестков Также тонкий слой Этого цвета Он как бы немножечко вливается в желтый По сути является основным цветом розы Здесь, кстати, тоже желтые оттенки Пропустила немножко То есть, видите, на самом деле Цветок такой небольшой Вроде деталей немного Но как много различных цветовых оттенков Которые мы можем передать карандашами Кстати, вот здесь вот Забыл детали показать Небольшие Надо будет Также отобразить карандашом Этого роза еще Красивее выглядит Так вот примерно Кстати, если вы перетемнили в каком-то месте Да, то есть, допустим Вот так вот Случайно у вас получилось Да, сделать Обратите внимание Клячкой, как правило, не стирают А именно вот Вот так нажимают И забирают излишек цвета Можно чуть-чуть потереть Вот так примерно, да? Так, вот у нас Первый слой фактически Здесь на лепестках готов Давайте сразу еще сделаем Первый слой на листиках Так, для этого я возьму Так, карандаш Такой вот светло-зеленый У меня тут был, по-моему Да, давайте вот этот возьмем Два-четвертый номер И также тоненьким прям Тонким-тонким слоем Пройдемся вот по светлым местам Вообще по всем листьям Можно пройтись Затемним нужные места нам потом На фотографии лепестки Эти немножечко так блестят Больше даже белым цветом Потому что солнце, видимо, было Видите, я не обращаю сейчас вообще внимания Никакого на штрихи Там, направление Штриховки Это совершенно не нужно Потому что мы это все равно все размажем Все, да? Теперь беремся за кисть Не забывайте Много воды Старайтесь не брать То есть Вот какой нюанс при размывке Вот вы смочили кисточку Убрали излишек воды И самое главное Старайтесь Долго не задерживаться То есть вот быстро Размыли Пигмент Иначе У вас будут разводы Акварельные Если вы изначально не хотите добиться такого эффекта А именно вам нужно получить ровный фон Просто именно закрасить Чтобы вот весь пигмент впитался в бумагу И бумага вот окрасилась таким цветом Тогда работайте быстро В принципе, обычно первый слой Это не критично на самом-то деле Но если вот разводов Не хочется вам получать лишних Да? И потом закрашивать их карандашами То Старайтесь все прям быстренько сделать Причем Если вы не берете много воды Вам не нужно потом долго ждать Пока это все дело высохнет Видите, да? Цвета чуть-чуть прям поярче становятся like Всем пока Hillsol С этими ну как это быстренько размыли далее пока все это дело сохнет давайте что-нибудь придумаем с фоном чтобы у нас роза не висела в воздухе а я предлагаю какой-то прям такой простенький фон допустим вот в принципе как угодно можно сделать но мне вот хочется чтобы как-то по диагонали так смотрела какая-то полоса затемнения причем затемнение должно быть там находиться в центре самой розы так для этого а для этого давайте наверное возьмем какой-нибудь от карандаш есть тут светло-зеленый это 22 номер и попробуем сделать тоже такую легкую штриховку вначале посмотрим как будет смотреться пока высыхает у нас роза пока двинем здесь также можно за страховкой пока не следить чуть-чуть потемнее хочу сделать так примерно вот так и то же самое давайте размоем все это добро понимать представлять как она будет выглядеть чтобы края получить такие размытые переходящий белый цвет кисть смочили вытерли отжали и проходим ты кистью важный по краям все у нас цвет плавно переходит из зеленого в белый таким образом размывается акварельные края вот видите буквально отошел на сильно секунду до отвлекся и сразу акварельный такой такая размывка получил с которой уже с трудом размывается водой очень быстро все высыхает умеете ввиду если вам такая размывка не нужна и разводы акварельные то лучше начали быстро все размывается так и Опять отжимаю. Я прямо отжимаю пальцами, если нужно, у меня здесь тряпочка есть, руки можно потом вытереть. И сглаживаю края влажной кистью, чтобы переход был более плавный. Примерно так можно пока оставить. Так, вот у нас примерно, да, вырисовывается такой образ на бумаге. Есть какое-то там пространство в глубине, такое зеленоватое, да. И есть примерно понимание основных оттенков, которые будут присутствовать в нашем объекте, в данном случае розы. Далее ждем пару минут, пока все это дело просохнет. Итак, вот немного у меня подсохли первые слои. Прежде чем мы приступим с вами к прорисовке лепестков розы, да, я предлагаю все-таки с вами доработать фон задний, чтобы к нему уже в дальнейшем не возвращаться. Я часто именно делаю в начале фон, потому что когда у вас уже готов основной, например, вы проработали контур объектов, да, особенно если есть где-то мелкие детали, фон, прорисовка фона может все испортить. Особенно если вы делаете этот фон размытым, потому что краска может случайно попасть уже на нарисованное, да, размыть, там смазать и прочее. Поэтому если у вас есть какие-то детальки, вот, например, у нас, да, здесь есть некоторые такие выступы, какие-то мелкие детали, лучше начали сделать фон, чтобы потом уже в дальнейшем все внимание у вас было сосредоточено на самом объекте. Итак, фон я предлагаю закрасить различными оттенками зеленого, я вот взял, например, два карандаша, 26-25 номер. Давайте попробуем нанести фон. Таким образом наносим, чтобы у нас вот область вокруг цветка была более темная, то есть такая более темная, а при распространении от цветка светлее-светлее и переходит в белый цвет. Давайте попробуем это сделать. Опять же, вначале, не забывайте, даже если мы сейчас наносим темные цвета, наносим их вначале аккуратно, таким тонким слоем. Затемнить мы всегда успеем, а вот осветлить здесь уже могут возникать различные проблемы. Тем более, когда вы размыли первый слой, пигмент уже впитался в бумагу довольно-таки крепко. Вам придется опять смачивать бумагу, чтобы убрать излишки, если вы переборщили. Поэтому здесь будьте внимательнее. Лучше изначально привыкнуть легонько нажимать на карандаш и наносить послойно. Кстати, вот именно сейчас мы с вами выполняем послойную технику от светлого к темному. То есть мы нанесли основные цвета, которые именно светлые. Есть также другая техника, в данном мастер-классе мы с вами рассматривать не будем. Эта техника, наоборот, от темного к светлому. Или, как ее еще называют за границей, фактически прожиг. То есть когда мы по темному уже цветам, да, проходимся светлыми. Можно какие-то здесь, не знаю, эффекты сделать. Можно какие-то детальки здесь добавить различные. Не обязательно фон такой должен быть ровный. Вы, кстати, можете вообще не по диагонали даже расположить вот это вот пятно. Можно сделать пятно круглым, там, овальным, не знаю, квадратным. Вот какой вам хочется. Видите, здесь бумага у меня еще не просохла, и сразу пигмент стал прям ярким. Так, давайте чуть другого цвета добавим. 25-й номер для разнообразия. Вообще в карандашах рисунки выглядят более эффектным, если вы используете очень много разных оттенков. Возьмите себе это правило. Всегда наносить как минимум два оттенка. Не должно быть такого, чтобы вы взяли там, допустим, один цвет, да, и вот его то и дело используете. Так ваша работа будет смотреться очень скучно. А когда есть такой перелив цветов, работа выглядит всегда эффектно. Ее интересно рассматривать. Где цвета переливаются, играют друг с другом. Чуть-чуть еще усиливать здесь вот. Слишком сейчас усиливать мы здесь не будем. Чуть-чуть вот прям добавим, потому что лучше еще раз усилить, когда мы пройдемся еще раз водой здесь. И третьим слоем уже можно здесь усилить. Кстати, бумагу желательно взять все-таки акварельную. У меня вот эта бумага все-таки не акварельная, а для рисования, но она достаточно плотная, 100 грамм на метр квадратный. Поэтому мне эта бумага позволяет выполнять как минимум три слоя карандашного. А так вообще вы можете наносить вот эти вот слоев сколько угодно, пока терпит ваша бумага. Как узнать, что бумага все исчерпала из себя? Это очень просто. Вы просто при нанесении следующего слоя начнете замечать, что карандаш просто скользит и уже не наносит никакого цвета. Так, давайте попробуем это дело размыть. Стараемся размыть, начиная вот со светлого фона и идя внутрь к темному. То есть стараясь не заходить на тот светлый фон, который мы уже с вами размывали. Если зашли, опять же вытерли кисть и убрали излишек. Продолжение следует... Примерно так. Если слишком черный, можно убрать пока еще бумага важная. И можно где-то добавить вот таких вот разводов. То есть вообще довольно-таки интересно смотрится, когда вот вы делаете, например, основной объект четким, таким в стиле реализма, а фон у вас, допустим, размытый. Размытый такой акварельный, более живописный. То есть пробуйте разные эффекты. Не обязательно останавливаться на какой-то классической, допустим, там живописи или на классическом рисунке. Творчестве же нет преград. Так, здесь лишнюю воды налил. Можем убрать. Ну, примерно так. То есть уже видно, да, что у нас уже есть такое затемнение некоторое. Ну, еще добавим немножечко. Допустим, темненьких цветов. Можно сюда черного, кстати, добавить. Обычно, говорят, черную краску не используют. В акварели, там, да, или других цветах. В каландашах я очень активно использую черные цвета. Они позволяют добиться очень хороших эффектов и реалистичности. Так, ну ладно. Тут можно сколько угодно, на самом деле, долго детализировать. А цель нашего урока не в этом. Если вам нужно, будет вы уже самостоятельно здесь можете добавить. Так, ждем пару минут, пока просохнет. Так, теперь давайте возьмем черный карандаш. Немножечко пройдемся. А вот прям в уголках розы добавляя. Здесь прям такие темненькие места. Чтобы были такие более интересные эффекты. Посмотрим, кстати, на фотографии, да, виден, да, что на самом деле там черных мест довольно-таки много. Так как сзади розы располагается зелень. Очень много различных листьев, трав. Вот здесь как раз вам очень важно умение наносить карандаш легко. Видите, смотрите, я вот прям берем, вот как я беру карандаш, да, и боком. Прямо очень легко. Прямо делаем такой светлый переход, да, то есть от светлого здесь к темному мы ведем. И уже здесь можно чуть-чуть острием усилить. Обязательно должен быть градиент такого, перехода цвета. В цветном карандаше вот такая техника используется постоянно. Без нее никуда. Именно благодаря вот этой технике достигается реалистичность объекта на бумаге. Так как в природе очень много градиентных переходов цветов. Черный вообще не писательный карандаш, я считаю. Я и многие вещи делаю. Например, можно, если очень тонко нажимать, можно затемнить любой цвет в тени. Можно использовать его как серый карандаш, если нажимать очень таким прям слабым нажимом. По-моему, это у меня, кстати, самый такой часто заканчивающийся карандаш. Можно здесь немножечко сделать, чтобы был наш прям по диагонали. Так, это вот затемнение шло. Кстати, вот этот последний слой размывать, в принципе, мы не будем. Если у вас есть желание, можете вообще размывку делать сколько угодно, на самом деле, пока терпит ваша бумага. Вот я же на этом третьем слое остановлюсь. Принципы, я думаю, вам здесь понятен. Но если вы заканчиваете вот так, как я, например, штрихами, то старайтесь уже как минимум штрихи выполнять в одном направлении. Так. Вот примерно так Так, давайте пока на этом остановимся С фоном, в принципе Здесь, я думаю, вам все понятно И приступим уже Прорисовки деталей на лепестках цветка Так, а начнем мы, пожалуй Скорее всего С какого-нибудь Красного цвета Для розового Так У меня тут есть два оттенка Мы можем попробовать Как они выглядят Вот То есть номер 7 Более-менее подходит Под цвет розы Давайте с него и начнем Обратите внимание С красного я не начинаю Потому что роза у меня немножечко на фотографии выглядит Не красная, да Таким Сиреневым что ли оттенком А красный присутствует вот Где-то примерно в нижней части Видимо, как попадало солнце И плюс еще вот здесь Где затемнение Ну, красный, в принципе, мы можем добавить чуть позже Вначале я хотел бы пройтись По самому рисунку По самим лепесткам Вот именно добавить основные цвета Темные Обращаю ваше внимание Что, опять же, мы наносим вначале Вот такой светлый тон Да, смотрите То есть На самом деле цвет вот Вот какой яркий Мы наносим Начиная вот с таких оттенков Легеньких Смотрим, где и как они располагаются У нас на лепестках И потом уже будем послойно добавлять Опять же, такими оценками Например, да Вот добавляем второй раз Этот оттенок уже становится темнее Добавляем там третий раз Вот этот оттенок становится еще темнее То есть Послойная техника Она избавляет вас от множества ошибок Которые можно сделать Если вы будете носить все с первого раза Итак, поехали Опять же, слишком Здесь я сейчас вдаваться В детали не буду Особенно там Можно, конечно, до гиперреализма Доводить всю картину Я вам показываю основные принципы Штрихи Старайтесь делать по форме лепестков Видите, я немножечко закругляю Потому что у самих лепестков Также есть определенная фактура И вот такими штрихами По форме лепестков Вы сможете эту фактуру Быстро и легко создать То есть все лепестки Да, у нас идут в центр Вот сюда И мы как бы направляем Все эти штрихи к центру То есть все очень легко и просто Опять же, ни на какую штриховку Я особо не заморачиваюсь Мне важно, да, сделать штрихи К центру Такие вот легенькие штрихи Создающие фактуру розы Вот здесь сразу я могу сделать Чуть потемнее Вот этот лепесток Внутри Он у нас самый яркий здесь Находится в тени Если у вас карандаш слишком тупой Обязательно подточите его Перед началом рисования Я привык уже рисовать И тупыми карандашами Потому что Как бы когда у вас уже с опытом Рука наработана Да, вы знаете как Где лучше нанести В принципе Вы уже подтачиваете меньше То есть у меня иногда ходит Я постоянно карандаш верчу Постоянно по сути я рисую Остреньким углом Хотя конечно Когда рисуешь более Такие серьезные картины То Подтачивать карандаши Приходится довольно таки часто Здесь теперь смотрите внимательно Здесь у нас целая структура Такая фактурная С какими-то прожилками небольшими Вот То есть Здесь уже с вами смотрите Можно конечно в детали И пройти прям вот каждый Нарисовать примерные прожилки Как они располагаются Закрасить эту Эти прожилки прям отдельно Там Оставляя какие-то прогалы Либо просто Закрасить это равномерным фоном То есть Смотря какую задачу Вы сейчас перед собой ставите Вот Я слишком сейчас опять же Вдаваться в детали не буду Закрашу таким равномерным тоном Чтобы не вылазить за рамки Нашего урока Чтобы он не увеличился по длительности На несколько часов Из-за этого Сделаем Пока попроще Оставляю здесь специально Некоторые такие пробелы Желтенькие Желто-розовые Да Они как раз уже сыграют роль Вот Этих Прожилок Прогалов Опять же Видите Да я все делаю По форме лепестка Кто-то у нас уже Ремонт тут начал делаться Если вам слышно Сверление стенки Так Так урон Урон Едем Урон Урон Так, вот здесь даже если маленькое узенькое место такое, но все равно стараемся загнуть штрихи таким образом, как располагается сам лепесток по форме. Примерно так. Обращаю внимание на края, да, нам все мелкие детали. Стараемся повторить те оттенки, которые располагаются на самом цветке на фотографии. Так. Так. Можно здесь вот пятнышков добавить небольших. Тут есть вот определенная такая ловушка для начинающих и для опытных. Меня она до сих пор преследует. Это вот если начинаешь вдаваться в какие-то детали, то не можешь остановиться. То есть хочется повторить их все. А это можно делать до бесконечности. И все равно не будешь доволен результатом своей работы. Обратите внимание, да, вот эта часть, она немножечко темнее. Из-за того, что вот она немножечко темнее, это создает такой паутень, да, которая фактически как бы показывает нам, что перед нами объемный цветок, как цилиндр. Так. Переходим к следующему. Лепестку. Кстати, видите, даже вот на этом лепестке уже сразу можно заметить очень много тональных переходов. Как минимум, да, этот лепесток примерно разделен пополам. Здесь вот эта часть, она более такая темная, затемненная. Прямо видно, вот этот оттенок, вот этого половины листа, да, отличается от этой половины листа по оттенкам. Все множество оттенков сейчас не обязательно нам повторять, да, у нас нет задачи там нарисовать какой-то шедевр. Самое главное, чтобы вы поняли, как работать с акварельными карандашами. А уже повторение вот этих оттенков, это уже тема совершенно отдельная. Вот здесь мы сейчас рисуем схематично, приблизительно, для того, чтобы показать основные цвета. То есть все оттенки вообще очень сложно передать всегда в объекте. В природе их бесчисленное множество. Поэтому художники, как правило, упрощают себе задачу, обобщая некоторые оттенки. Вот здесь можно уже сразу потемнее выделить. Так. Давайте последним лепестком займемся. Так, здесь определим границу. Примерно. Где будет заканчиваться красный цвет. Сама фактура лепестков даже нас заставляет делать такие вот неровные штрихи. По сути, тем самым мы повторяем фактуру лепестков. Так, вот здесь я пока не буду вводить. То есть, обращаю ваше внимание, что детали, вот именно штрихи такие резкие, лучше, конечно, проводить уже подточенным карандашом. Вот. Но мы это сделаем уже в самом конце рисунка. Сейчас наша задача нанести основные цвета. Ага. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, сейчас вот еще здесь немножечко добавим. Тоже желательно здесь пройти именно по форме лепестка. Детали здесь уже мы добавим чуть позже. Так, смотрите, теперь по поводу затемнения. Так, сейчас немножко здесь вот поправим слегка, чтобы цвет плавно уходил. Есть такой карандаш в этой упаковке, 34 номер. Это серо-синий оттенок, я очень часто им пользуюсь. Дает вполне такие эффектные тени. Поэтому давайте вот им воспользуемся и сделаем... Нанесем цвета в тех... Прошу прощения. В тех местах, где у нас как растеневые области. В данном случае вот прям тонкий слой нанесем вот здесь. Это приглушит наши цвета здесь. Прям легонько таким слоем. Так, вот и вот в этой области. Прям по желтому фону. Легонько. Затемняемся в эту область. Так, и можно вот здесь еще немножечко тоже добавить теневых участков. Вот примерно так. Так, а здесь вот чуть-чуть под самим лепестком тоже обратите внимание. Вот сбоку можно чуть-чуть добавить. Так, ну здесь мы зелененьким пройдем снизу. Так, далее. Продолжаем. Вот здесь еще все-таки я подбавлю немножечко цвета. Сразу. И смотрите, давайте вот самые темные участки сейчас, да, мы пройдемся водой. Здесь будьте внимательны. Все участки проходить не нужно. Мы проходим только самые такие вот яркие, которые должны выделяться так на общем фоне. Их на фотографии сразу видно, да. Поэтому прям аккуратненько проходим. Также по форме. Кисточкой. Видите, цвета прям начинают играть. Я вроде бы даже ничего не делал. Просто-напросто смочил водой. Ну, уже совершенно другой эффект получается. Вот. Так. Здесь можно. Где-то прям, если вы набрали уже пигмента побольше на кисть, можно прям дальше кистью чуть-чуть продолжить. Это не повредит нашему рисунку. Идем здесь. Такими пятнами, да. Потому что даже вот на фотографии мы посмотрим, здесь какие-то идут штрихи в совокупности с пятнами. Штрихи мы с вами нанесли карандашами, а пятна нанесем уже кистью. Немножечко намазать. Так, можно набрать пигменты и здесь чуть-чуть добавить таких пятнышек. Можно, кстати, набирать карандашный пигмент прямо со самого карандаша. То есть я намочил кисточку, да, по карандашу немножечко. Карандаш смочил, если мне нужны пятнышки, да, получится какие-то. Ну, здесь уже добавил несколько пятен. Вот так вот. Можно даже немножечко еще добавить. То есть такой комбинированный рисунок у нас получается. Вроде бы и не акварель, но и не карандаши, да. Так. Давайте дадим немножечко просохнуть этому делу. Так, пока у меня все это дело сохло, я успел подточить основные карандаши цветные, да. Да, это красный цвет шестой, темно-красный седьмой, который мы рисовали как раз основные, да, основной фон набрасывали красный. И такой середневый одиннадцатый цвет. И мы пройдем такие темные участки. Итак, вначале давайте пройдем красным цветом. Вот данным на этом лепестке. Здесь прямо видно, да, что такой золотисто-красноватый какой-то, не знаю, прям цвет. И желтый там есть, и красные оттенки. Плавно переходит вот уже вот в этот основной темно-красный. Давайте мы нанесем вторым слоем. Немножечко графит закрашу тоже красным. И этим же красным я прохожу второй раз прям поверх уже размытого слоя, делая его еще более ярким. Видите, да, какой яркий цвет красный становится. Поверх еще я прохожу немножечко сиреневым, чтобы затемнить вот этот фон. Прямо вот ближе к этому лепестку показывает, что на самом деле здесь глубина пространства. Этот лепесток уходит туда, внутрь, вглубь. Тем темненьким можно какие-то детальки сделать. Далее возьмем желтый. У нас был третий. Давайте возьмем какой-нибудь желтый с такой небольшим оранжевым оттенком. Вот, например, четвертый номер. И вот здесь вот чуть-чуть пройдемся сверху. Видите, сразу как желтый заблестел. И еще немножечко здесь я тоже добавлю этого цвета. Чтоб чуть поярче наш шара выглядела, даже чем на фотографии. Хочется вот именно такого, какого-то золотистого оттенка внести немножечко. А вот, и, кстати, этот оттенок есть вот здесь. В желтом также пройдемся. Вот примерно так. И вот чуть-чуть-чуть прям вот немножечко вот здесь вот солнце попадает на эту сторону листа. Вот примерно так. Совсем другое дело. Так. Дальше усиливаем здесь все детали. Теперь проходим вот острием карандаша. Так. Так, что-то стало темнеть, по-моему. Сейчас, секунду. Будет свет. Вот так, я думаю, будет нам посветлее. Продолжим. Так, возьму опять седьмой номер. И вот здесь уже еще побольше закрашу вторым слоем. Здесь уже можно добавлять различные детали. Коих на, даже на таком маленьком, лепестке, цветке. Огромное количество. Конечно же, за вами в любом случае будет решение, до какого уровня детализации опускаться. Так, взял я опять одиннадцатый номер, да, чтобы вот здесь вот увеличить тень. Чтобы опять же показать глубину пространства, что там где-то лепесток уходит внутрь, вглубь. Так, и теперь вот нужно показать вот этот вот развернутый лепесток. Для этого, опять же, вот этим сиренем, прохожу здесь. Добавляю каких-то вот таких штрихов, деталей небольших. Показываю, что там тень, созданная вот этим вот загибом. Надеюсь, вам сейчас со светом получше, что вы видно. Видите сразу, сколько оттенков приобретает наш рисунок? Когда много оттенков, смотрится гораздо лучше. Поэтому не забывайте, как минимум, как минимум два оттенка применяйте. А лучше больше. Можно здесь какие-то вот нюансы добавить. Штрихи. Пятна мы с вами уже добавили. Можно штрихов накидать. Здесь можно накидать вот так штрихов хаотичных. Ну, третий слой я уже размывать не буду, потому что вот я чувствую, что моя бумага уже на пределе. Ее хватает как раз на три слоя. И здесь уже карандаш буквально скользит по этому месту. Возьмем обратно седьмой номер. Еще разочку здесь вот я пробегу по краешку, показав, что листок на самом деле у нас загнутый. Так вот примерно он идет. Добавим яркости здесь. В таком хаотичном режиме. Здесь еще пятнышек можно добавить. Меняем различные степени жесткости. Где-то светлее добавляем, где-то чуть потемнее. Еще вот здесь вот я хотел немножечко. Ну, примерно так. Предлагаю на этом остановиться с лепестками и доделать наши стебельки. Единственный, кстати, момент, который я забыл. Это вот немножечко зеленого цвета, да. Если мы посмотрим на розу, у нас вот здесь от лепестков слегка идет зеленые такие оттенки. Во-первых, это рефлексы. А во-вторых, сами лепестки, переходя, когда они растут в чашу ложи вот этой, да, они приобретают такой зеленоватый оттенок. Давайте немножечко прямо у основания лепестков также внесем зеленый цвет. Это придаст нашей розе ту самую реалистичность, которая присутствует на фотографии. Наблюдайте за природой. Смотрите, как растут, выглядят цветы. Вот. И вы начнете подмечать все детали, которые вас будут уже перекочевывать на ваши рисунки, добавляя им реализма. Так, далее. Давайте с лепестками я особо заморачиваться не буду. Основной цвет у нас нанесен, да, прям такой же светло-зеленый. Мы лишь добавим теней. Допустим, возьмем какой-нибудь цвет. Так, это у нас 23 номер. Попробуем прорисовать теневые участки на листьях. Вот здесь примерно так сделаем. Здесь чуть-чуть прям опять легким-легким нажимом добавляем такую тень, которая показывает, что лист у нас такой слегка глубокий. Немножечко утоплено так, да, внутрь. Икончики мы, наверное, все-таки чуть-чуть затемним каким-нибудь цветом, темно-зеленым, скорее всего, чтобы можно было различить саму розу на фоне, на вот этом темном фоне. Так, здесь добавим чуть-чуть деталей. Здесь вот опять можно чуть-чуть усилить изначально размытый зеленый фон. Прямо видите, я едва касаюсь бумаги и плавно перехожу от размытого фона к такому темному. То есть эффекты можно здесь уже самостоятельно какие-нибудь сделать. То есть не обязательно, например, все листья делать такие зеленые, да, там можно кончиком сделать коричневые, там черные. То есть придумать свою розу фактически. Хотите, можно вообще синими сделать сами листья. Так, вот здесь аккуратненько смотрим за переходом, да. У нас здесь цилиндр, обычный цилиндр, по сути, получается. И должен быть плавный переход с левой стороны, на правую такого градиента, показывающий, что у нас стебель круглый. вначале я наношу тонким слоем. И увеличиваю к правой стороне. Вот примерно здесь, в центре, да, у нас будет чуть-чуть потемнее. Там еще даже будет проходить такая сиреневая полоса. Сейчас мы добавим. Давайте, наверное, возьмем какой-нибудь потемнее, например, 12-й цвет сиреневый. У меня карандаш почему-то точилка его постоянно ломала, мне пришлось его обезточить таким образом. Давайте здесь прям аккуратненько тонким слоем добавим вот такую вот теневую полосу. Кстати, я предлагаю вот этим же цветом, раз он так гармонично в природе смотрится с зеленым, добавить же вот в тень его, да, и добавить на кончике лепестков. Это будет вполне смотреться гармонично. Так. Так, теперь возьмем какой-нибудь темно-зеленый, например, вот 26-й номер, допустим. Да, доработаем здесь тени. Прямо в углу вот здесь вот, да, у нас вообще затемненный практически. Зеленый цвет, такой темный, плавно переходящий на саму ножку. Вот так сделаем. Так, немножечко вот здесь я добавлю двенадцатым номером опять такие вот кончики сиреневые. Прямо чуть-чуть. И далее зеленым еще немножечко их замажу. выделяю на общем фоне. Добавлю пару штрихов по общим деталям. Так, к примеру, да? То есть, примерно прохожусь я вот по графитовому карандашу, чтобы его практически уже здесь видно не было. Ну, если чуть-чуть где-то там остался, ничего страшного. Здесь в этом нет. Так. 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 Ну вот как-то так. Так, сзади давайте лепестки немножечко затемним, тем цветом, который мы носили в начале 24, да? Прямо чуть-чуть, вот так вот прям. Пусть они у нас вдалеке находятся и внимания особо не наши не занимают. Их как бы немножечко затемним. А вперед будут выходить уже основные лепестки, которые мы и должны видеть. Так, ну что ж, в принципе, и на этом я предлагаю остановиться. Иначе детализировать я буду очень долго. Как говорится, меня не остановить в этом деле. Можно потратить кучу времени на детализацию, но в данном случае, в принципе, я думаю, цель урока выполнена. Когда вы поняли, как работать с акварельными карандашами, я на этом предлагаю остановиться. Самое главное, чтобы вы уяснили, что акварельными карандашами можно добываться весьма большого количества различных эффектов. В первую очередь, как бы обращаю ваше внимание на те вещи, которые мы с вами уже прошли. То есть, обращайте внимание на набросок. Это в первую очередь, да. Мы с вами сегодня рассмотрели три основных этапа наброски. Это рисование основной схемы объекта, да. То есть, фактически, представление таких схематичных, схематичными объектами. То есть, допустим, розу мы представили в виде цилиндра, да, с исходящими лучами вместо лепестков. Далее уже мы добавили основные формы на этот объект, на цилиндр, да, показав, где у нас будут располагаться основные лепестки. И уже третьим этапом мы детализировали эти лепестки, выполнив основной набросок. В дальнейшем мы с вами наложили основные оттенки, нарисовали фон, размыли этот фон. И таким чередованием таких вот слоев, размытых и штриховых, мы с вами выполнили данный рисунок. Надеюсь, вам понравился данный урок. Рисуйте акварельными карандашами, получайте от этого удовольствие. А с вами был Вадим Ладанов и до новых встреч.